Этот красивый продукт уже в новом комплексе, там запланировали именно чистоту 98-99% которые покупают в настоящее время в Японии и Франции. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот, линейный полиэтилен. У нас не хватает линейного полиэтилена. Такой полиэтилен, который имеет добавки метиксена, бактена, специалисты знают, бутена. И в настоящее время его выпускают только нижнекамскую тихину. Афсинтез тоже не может производить. И вот импорт порядка 220-230 тысяч тонн. А линейный полиэтилен, те специалисты, которые работают, крайне необходимы. И вот сейчас мы занимаемся производством альфа-рефинов, которые пойдут на это дело. Таиф в 2015 году хочет его закончить. Это производство, и у нас появится собственный линейный полиэтилен. Следующий. Модернизация производства альфа-рефинов, значит, по обеспечить маслами производство. Да, нефть в Нижнекамске. Есть такое у нас производство, значит, производство масел. Я думаю, вот буквально недавно на Тонека произвели 200 тысяч тонн масел. Я вот здесь видел сегодня на выставке производителей сожи масел. Значит, я считаю, что контакт между Нижнекамским и Чернинцем не должен произойти. Качество замечательное. Тонека его уже сейчас продают. Да, значит, для Альфис косметика, для Алабуги производство высших жирных спиртов и кислот будет. И, значит, это производство тоже поможет все эти вопросы снять. Следующий. Ну вот, Малейна, наверное, удивит. Есть такой, значит, продукция, очень интересное название. Вот мы когда говорим, почему, значит, те полимеры, которые на BMW, там, на этих самых, на Mercedes. У нас нет многих полимеров. Действительно, значит, Магноби, не Магноби, а, значит, Санна работает с полиамидом Агриц. Его нет, я смотрю, в ближайшее время мы его не смеемся. А вот такие продукты, конструкционные полимеры, действительно, над ними работать надо. И университеты работают, и, значит, Академия наук работает. Но вот без таких ключевых продуктов, как Малейна, Венгель и, значит, шеменских продуктов, которые его назовут, невозможно, есть дела сделать. Поэтому производство Малейного индивидуга сейчас рассматривают производство в особой экономической зоне Аламова или в Альмельске. Окончательное решение не приняли, но, значит, мы нашли инвестор, собираемся вот это производство сделать. Посмотрите, какая картина появляется после этого продукта. Тут и это гидрокуран, и это ангиоз, бумаровые слота и прочие специалисты это все понимают, знают. Ну и, значит, получение полиуретанов, полиэферов, пластификаторов, это действительно целая гамма новых продуктов. Следующий. Ну, буду я вас этими сложными названиями учить. Посмотрите, вот буквально, ведь совсем недавно пустили производство Секлана Вакина. А сейчас, значит, две фирмы между собой конкурируют для изделий и для КамАЗа. Это СМС-пластики. И буквально в первом квартале марта месяца, в конце марта, у нас пойдет производство углеволокна. Значит, углеволокно уже первой партии не получили, сейчас идет отработка. Появится углеволокно, значит, стекловолокно. Появляется совершенно новая отрасль, новое направление. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот по всем этим делам, все эти винил-эфирные смолы, эпоксидные смолы частично, все идет из-за рубежа. Поэтому над этим надо работать, надо его делать, потому что области применения огромные. Это и химические емкости, и машиностроение, и судостроение, и, я уж не называю оборонку. В любом случае, вот эти винил-эфирные, эпоксидные смолы, нам в ближайшее время необходимы делать. Следующий. Полиэтилент-эректолат и полипутилент-эректолат. Ну, полипутилент-эректолат – это один из конструкционных материалов, который тоже, так же, как и цикловентальер, крайне необходим для КАМАЗа. И по полипутилент-эректолату, конечно, необходимы волоконные марки. Вот над этим сейчас работает ДАТНЕФТ, и работает, значит, еще одна компания в Татарстане. В ближайшее время мы тоже собираемся выпускать. Следующий. Вот у киспорбилена есть тоже такой продукт. Значит, его выпускает Татарстан, единственный производитель. Можно всего порядка 70 тысяч тонн, но его как катастрофически не хватает. Потому что все эти пены, жесткие пены, мягкие пены – это все на базе этого продукта у киспорбилена. Но, к сожалению, у нас не хватает маномеров для этого. Мы собираемся в рамках нового комплекса обязательно посмотреть и построить вот это производство. Потому что тут целое направление, целый кластер новых продуктов появляется. Следующий, пожалуйста. Ну, полиулетаны, изоционаты, полизоционаты – они тоже все завозятся из-за рубежа. И в ближайшее время никто, и там мы не видели, но никто не продает их налоги. Вот надо искать пути. Китайцы, понятно, они приглашают к себе, ставят у себя, потом уже продают сами. Вот этот малиный мангедрит у нас в России был на 10 тысяч новомосковские. Сейчас его нет. В Китае 6 или 7 производств буквально каждый год пускают по дому производству. Следующий. Ну и самый каучок с КЭП, те, которые работают с резидентрическими изделиями, те, кто работают для изделий для КАМАЗа, этот продукт крайне нужен. Следующий. По импортозамещению. Ну вот, приоритетные критические виды части импортозамещения. Это генобменные смолы, полизационаты, изоталевые кислоты, парапармагедит. Следующий. Производственные виднения. Серго и гипмастер Хайер тоже необходим продукт, который называется циплопентарм. Тоже сейчас работает Казанский университет над этой проблемой. Тоже покупаем все из-за рубежа. Следующий. Ну вот, для полимерного материала и автомобилей для КАМАЗа. Вот показатель. Тринадцатого года и перспектива какая-то. Полифирма из циклопластика, СМС-2С, которая сегодня на выставке царя этой фирмы, возрастет почти в три раза. Полифирма из циклопластика в два раза возрастет. Но все эти продукты крайне необходимы. Понятно, что они сложные, интересные, можно заниматься. Тут, конечно, нужен контакт именно с предприятием и наукой. Потому что без этого сделать эти продукты практически не возможно. Ну и следующий. Ну вот, полимерный циклопатальген я уже рассказывал про РИАД. Действительно, три тысячи тонн, тенденция роста. Значит, сейчас Музенкамс занимается. По информации РИАД они говорят, через три года обещают. По моей информации, они где-то через год-полтора должны сделать это. Катализаторам это отдельная тема, потому что любая химическая реакция, которые нужны, нужны отечественным катализаторам. Следующий слайд, покажите, пожалуйста. Вот смотрите, на гидрокрекинг у нас катализаторов нет. Ноль. Значит, на производство водорода катализаторов тоже нет отечественных. Вот на крекинг, на каткрекинг это 36%. На гидрокрекинг у нас катализаторы, значит, то же самое процент еще есть. Поэтому над этим мы работаем сейчас с Новосибирским институтом Катализа, с другими институтами, которые, значит, чтобы заменить качественные катализаторы. Понимаете, все те процессы, которые сейчас есть, и на Варсинкесе, и на Нижнекарском институте, они все взаимосвязаны. Понятно, этот кризис страшен еще тем, что есть санкции. Понимаете, вот кризисы приходят и уходят, но вот когда с санкциями, это первый такой кризис, поэтому нам придется еще сложнее. Поэтому надо больше работать друг с другом, ходить в контакт, находить общие дела. Следующий. Ну вот, огромное количество, значит, различных модификаторов, противостарителей, пластификаторов, пшинных заводов. Тоже вот первая потребность сейчас университета нашей работы, малые компании работают. Я прошу организаторов вот эту информацию тоже раздать членницам, чтобы она, вот эта информация, чтобы пошла по горизонтали, посмотрите, у вас есть, значит, это, можно, ну и организуем контакты вам с шинниками, с нежниканцами, если у кого есть возможность сделать вот эти компоненты. Ну вот, приезжал к нам недавно Чубайск, вы слышали, наверное, да, что говорит, значит, приезжали они с новосибирцами, новосибирцы фирмы Аксиан, они сказали, что в Татарстане собираются построить завод на 150-200 тонн. Ну, предложение такое есть. Поэтому я что хочу сказать. Это действительно очень интересный продукт, нанотрубки, да, нанотрубки, фуллерены, графены, значит, об этом сейчас в новом шинник выпущено, очень много публикаций. Вот поиспользованию нанотрубок в медицине, я в интернете нашел где-то несколько десятков тысяч наименований. Несколько десятков тысяч наименований поиспользованию нанотрубок для улучшения конструкционных возможностей композиционных материалов. Но на самом деле мы попробовали на оргсинтезе, попробовали на заводе кварт, пока результаты очень сладкие. Но надо сказать, что и Министерство промышленности в этом ключе работает. Мы сейчас пригласили ученых из Белоруссии, с ними будем работать. Действительно, прочность в него сто раз прочнее станет. Температурная стабильность тысячи градусов, в отношении длины к диаметру группы 1 миллион раз. Один из лучших в мире проводников 65 раз легче меньше. Площадь поверхности одного грамма трубок – это две баскетбольные площадки. Я еще раз обращаюсь к креативным челнинцам. Я подготовил здесь данные из Белорусской академии наук, где применяются эти нанотрубки. В строительной промышленности, в машиностроении, в энергетике, в промышленности полимерных материалов, в лакокрасочном производстве, металлургии, внести химии. Вот те, которые готовят краски. Пожалуйста, информация. Применение наноуглеродных трубок пропорции 1 грамм на 10 килограмм лакокрасочных материалов позволяет увеличить адгезию полтора-три раза. Увеличить прочность покрытия на удар на 30-40%. Уменьшить время высыхания покрытия полтора-два раза. 1 грамм на 10 килограмм. Это, так сказать, когда там говорится, что нанотрубки, на 5-10-15% увеличивается. Это в пределах ошибки, я считаю. Когда в разы, это действительно интересно. Значит, у нас есть прямая связь с этим институтом, а производством. Это действительно новосибирский. Они сделали его в 50 раз дешевле сейчас волевых образцов. Это действительно подтвердили. Ученые Казанского университета проверили все это дело. Действительно, качество очень хорошее это товаро. И, значит, необходимо над этим работать. Я считаю, что мы уже направили во все университеты. Образцы обращались к нам. Мы познакомились с этими людьми. Я думаю, здесь тоже должны быть интересные результаты. Дальше. Ну, потребность в данной рефлексе в клеях и красках. К сожалению, мы и в твоем последнем деле оказываются в России вообще нет ни одного производителя под пищевую краску. Вот огромное количество красок необходимо для того же, для тары и упаковки, которые происходят в данной рефлексе. Тоже интересная ниша, надо над ней работать. Но вопрос очень непростой. Краски на основе нитроцеллюлозы. А мы нитроцеллюлозы уже в связи с полигирами этим забыли, к сожалению. Дальше. Выпуск для производства от Росла. Здесь находится генеральный директор завода имени Карпова. С Росла есть данные представители, которые письмо в Министерство промышленности написали, которые необходимы химические материалы для проведения анонсирования алюминиевых профилей. Все эти продукты, метилфенолфосфорную флоту, тентонатриевые соли, флорады натрия, натрия сухла, можно делать на химзаводе имени Карпова. Я считаю, что необходимо контактно навладить и нужно дальше двигаться. Дальше. Ну вот по биотехнологии. Мы все говорим, что биотехнологии действительно за рубежом дают хороший результат. И биотехнологии в Америке. Но в любом случае, значит, вот мы сейчас работаем в особой экономической зоне АЛАБО на Актив, чтобы построить облиц по переработке зерна. Основополагающий проект для развития биотехнологий. Сбегано на 170-180 тысяч тонн переработка зерна. Без зеркала, без глюкозного сиропа, без крахмала, без фруктозного сиропа, вот эти биотехнологии, которые внизу указаны, они практически невозможны. Спасибо. Спасибо.